Кирилл Борисович, расскажите, пожалуйста, о вашей национальной мини-футбольной лиге и о том, какое место в вашей лиге занимает женский футбол. Национальная мини-футбольная лига – это большая общероссийская структура, в которую с этого года вошла и женская фэшн-лига. Мы играем в формате 5 на 5, немножко отличается от общепринятого формата, в котором играет самая девушка 8 на 8. Мы сделали именно 5 на 5. И на самом деле, изначально я довольно скептически относился к этому проекту, но буквально после первого тура я понял, что это эмоции, это кайф, это жизнь. И я получаю огромное удовольствие от игры девчонок. Это прекрасно. Скажите, пожалуйста, а кто оказался победителем и закончился ли чемпионат вашей фэшн-лигерой? Может, какие-то матчи еще будут? Чемпионат у нас выходит на финишную прямую. В эту субботу у нас будет финальный золотой матч, можно сказать, регулярного чемпионата. А через неделю у нас стартует плей-офф, в котором мы выявим, кто станет сильнейшей командой Москвы по футзалу среди девушек. Кирилл Борисович, как бы отнеслись к такому утверждению, что в вашей лиге собрались все? От девушек, которые являются разрядницей, мастерами тех, которые играли в профессиональных спортивных командах, вплоть до начинающих. И если это соответствует действительность, вам, как и в общем-то, в рамках одной лиги, как-то аранжировать игроков с резко разным уровнем игры? Это обычное явление для первого сезона. Мы не видим ничего в этом плохого. Девушки, которые только начинали, они очень выросли за этот сезон и уже играют на очень даже неплохом уровне. Со следующего года, безусловно, у нас будет великая лига для сильных девушек и лига для девушек, которые только начинают играть. И обязательно будет ранжирование. Это основополагающий принцип построения вертикали. Ну, прекрасно. Позволь мне пожелать удачи. Большое вам спасибо. Спасибо.